Всем доброго времени суток, с вами Ромулос ТВ и мы движемся дальше на продвижении на территории Персии. Так, совсем немного нам остается времени для того, чтобы установить свой порядок на новых территориях. Что будем использовать это время с умом, постараемся наладить здесь вечный порядок. Так, что у нас с политикой и порядком. Так, ну это хорошо, что нечего прокачивать и можно вкладывать все деньги в стены. Стены это тоже очень хорошо. Не знаю зачем Персии флот, логично было, если бы они распустили его и постарались бы за эти деньги, которые они тратят на флот, организовать какую-нибудь сухопутную оборону. Было бы очень логично, но почему-то наш враг не додумался до таких вот моментов и, наверное, для него это будет фаталь. Так, максимальная армия и требуем капитуляции. Не сдается противник, ладно. Победа так победа. Продолжение следует... 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 хорошо здесь мы продвинулись так, даже деньги какие-то новые снимаем 14 тысяч заход нам прибавляется Европа, дополнительный министр появился да более чем хорошо у нас идут дела и тем не менее, победа еще далека еще нужно много захватить еще нужно будет захватить Америку Цейлон находится в Соединенных Провинциях ну ладно, пока что нам не угрожает ничего с стороны Цейлона будем продвигаться со стороны Кавказа на территорию России, на территорию Турции а также на Северную Африку как регион, это очень важный для нас стратегический регион эх ну вот стоило это того, чтобы нагнетать потенциал нам просто сейчас нечего развивать даже так, новый порт а давайте торговля так, нам нужен второй университет маловато нам одного все, теперь на территорию Турции выходим целый университет Так, Турции нужно, ой, Персии нужно уже положить конец. Я думаю, это будет сделано за один ход. Так, ну вот, мы будем расширять ходом за ход. Так, восточный ученый погиб, но почему-то он в христианской церкви находится. А, нет, нет, я ошибаюсь. Возможно, это другие символы. Ладненько, 10 тысяч у нас есть в запасе. Следующий ход, это у нас будет 15 тысяч. Ну вот, начинается кульминация, можно сказать, очередного момента нашей игры. Мы должны захватить как минимум Багдад, выйти на Сирию и захватить Египет. Пока что он никому не принадлежит. А значит, будет принадлежать нам. Ну, в целом, Ближний Восток один из самых неспокойных регионов. Как сложилось историческое противостояние, допустим, те же самые курды, которые мечтают создать свое государство и никак им не позволяют соседям этого сделать. Так, ну вот, создаем сразу. Так, ну вот, создаем сразу. Необходимые нам армии. И захватываем еще один город. Может, капитулирует. Жаль. Так, что у нас здесь есть? На территорию этого... Этой провинции у нас есть хлопковая мастерская. Так, медресе скорее у нас тут будет. Вот такой вот домик. Ладно, освободим от налогов и, наверное, пойдем дальше. Так, и, наверное, Персии пришел конец. Ну все, нет больше Персии. Захватили мы эту страну. Так, держава разгромлена действительно. Так уж теперь нашей торговли здесь мало что может помешать. Мы можем напрямую морские товары поставлять на территорию Багдада. Так, Турции можно было отдать мир, но мы все-таки не дадим. Нам он нужен как бы. Так, что у нас со шкурами? Шкуры по 9 золотых продаются. Ну, тоже неплохо. Так, ну захватываем и Дагестан. Дагестан это ворота во всю Россию, как мы видим. В России здесь небольшие армии есть. С легкостью, думаю, пройдемся по территориям. Единственное, какой минус, это несоответствие наших религий. Вот здесь может быть проблема. Так, хорошо. Вот так вот империя великих монголов все показала. И снова она совершается ход в европейскую и в азиатскую часть. Так сказать, центрального мира. Ведь именно Европа, Ближний Восток. Противостояние христианского и исламского мира. Эх, нет, друзья. Давайте вы нам, наверное, не будете навязывать условия. Никакие просто торговые соглашения. Ну вот, Россия тоже не захотела с нами дружить. Скорее всего, будет война. Мы постараемся захватить всю территорию их страны, а также Швецию. Забастовка рабочих. Ну, не хотят. Так. Захотят по-другому. Так, шаг за шагом мы здесь собираем все-таки армию новую. Так, славно. Ударим по Еревану, все-таки он ближе всех к нам. И после Еревана, я думаю, можно будет двигаться и на север, и на юго-восток. На юго-запад, точнее. Так, технологический прогресс есть. Так, адресе нам тут нужен. Да. Так, и нам нужен еще университет. Так, давайте-ка мы, наверное, разделение труда изучим. Нужно, как бы, увеличить объемы торговли. Так, что у нас с правительством? Правительство у нас... В хорошем у нас состояние правительства. Так, европейский министр. Молодец. Что ж, мы можем и на одних налогах жить, но нежелательно. Так, и тут же новое мадресе будет построен так. Дагестан, это еще фактически наш родной регион. Мы его тоже присоединим. С удовольствием присоединим. Все-таки это воссоединение с нашими братьями. Какие-то там не были территориальные и властные разбежности. Ну вот, как... В какой регион не приди, мы все равно занимаемся развитием его. Сразу же вкладом большие деньги. Население нам благодарно. Мы избавили их от плохой жизни. Ну, в общем, как и подобает благородным правителям. Сначала помогаем народу, а потом снимаем с него налоги. Все равно, как ни крути, налоги будут. Ух ты. Так, здесь у нас есть определенные моменты для развития. Так, если они здесь есть, то и ученого. Одного из них хотя бы нужно будет направить. Где наши ученые? Так, хотя бы одного нужно направить в новое место. Так, ну-то протеста Грузия. Ну-то протеста серьезная вещь. Теперь мы захватим Армению. Так, не сдается противник. Ну, ладно. Опять-таки, слишком легко это все произошло. Эх, мы захватим. Да, еще буквально какой-то десяток минут. Мы выйдем на такие рубежи, в которых противнику просто не достать нас. Ни при каких вот обстоятельствах. Так, я думаю, стоит пожертвовать этим зданием и построить мадресе. Так. Еще один мадресе мы строим. Так, ну вот. Благодаря всем этим действиям у нас тут уже появляется приличная такая группировка. Я думаю, если нам потребуется помощь в нападении на Дагестан, мы его все-таки захватим. Курдские горцы. Красота. Дальность 90, меткость 50. Ну вот, те самые легендарные курды, которые, как народ, уже сражаются много столетий, не имея своего государства, не имея много того, чего они, может быть, и достойно были бы иметь. Ну, все-таки, как народ, они сохранились. Не каждый народ, после падения государства, сохраняет свои границы. Поэтому, что мы можем сказать, сильный народ. Пережил многое, добился права на существование. Так, распустим часть армии здесь. Так, ну еще немножко тут восстановим порядок и дальше двинемся. Есть уже империя великих монголов, вышла на Кавказ. По-настоящему вышла, но еще не перешла за его рубежи. Ну, конечно, карта здесь достаточно условная. Тарки, допустим, Чечня, Дагестан, здесь Тбилиси, Грузия. Конечно же, здесь гораздо больше проявится. Здесь и Абхазия, и Эсетия, и Чечня, и Дагестан, и Гушетия. Ну, еще множество краев, которые не поднимы. Так, чудно. Еще один агент у нас здесь появился. Так, кто это восстал здесь? Кто посмел? Так, ну все, повстанцев здесь больше нет. Возможно, не будет. Так, а из наших мадряса, я смотрю, там уже приличная такая армия получилась. Армия правоверных. Так. Огромное количество войск, конечно, здесь собрал. Ну, именно благодаря торговле, в принципе, здесь возможно развитие в таком вот духе, в таком направлении. Слабина есть в порядке. Построим ворота. Так, чудно. Ух ты, сухопутная торговля у нас уже идет. Шикарно. Ну, вот и выход в Европу, благодаря чему мы получили хорошие дивиденды. Вот теперь хорошо бы еще заполучить постепенно мощный флот. Флот из лучших кораблей, который сможет потопить любой пиратский флот. Любой флот самых современных европейских государств. Я думаю, в России, в Турции, особенно больших флотилий. Ну, большие могут быть, но мощных в начале игры не может быть. Хотя мы уже где-то к серединке. Так, еще один эмам есть. Хорошо. Что ж, наши эмамы могут продвигаться дальше. Так, вот мы на Бестан пройдем. Так, здесь у нас тоже вроде бы порядок потихоньку налаживается. Так, хорошо. Что ж, у нас тут, я думаю, только 4-5 армии будет, которые будут шагать потихоньку с хода в ход захватывать необходимое нам селение. Ну, Дагестан следующий, наверное, будет на этом ходу. Вот я не знаю. Мощная здесь такая вот армия. Так, меткость 40, у этих меткость 40, у наших 45. Ладно, посмотрим. Дороги у нас здесь самые лучшие, самые современные. Так, а Индия нас действительно кормит. Настоящая кормилица. Эй, о Европе у нас еще не слышали толком. Ну, ничего, наши армии скоро будут шагать. Так, Россия всех хочет с нами военный союз, хочет обезопасить себя, но... Мы не подвернемся такому соблазну и не заключим ни скепсоюза раньше времени. Я так предполагаю, что только вассальные отношения здесь могут быть приемлемыми для нас. Так как хорошо, у нас оказывается здесь мусульманская поддержка в России достаточно серьезная. Так что у нас в Грузии религия потихоньку меняется. И в Армении потихоньку тоже изменяется религия. Но это хорошая тенденция. Так, что по технологиям? Так, вот у нас школа в Беларе появилась. Хорошо. Что же мы тут? Богинет, наверное, будем изучать. Так, есть такое. Так, что еще у нас? Мадресе не хватает. Мадресе, то, что нам нужно. Так, вот еще мадресе. И хорошо. Так. Ну вот, мы фактически готовы к новой войне. Как только в Грузии, в Армении наладится состояние с порядком, я думаю, выступим с новой войной. Так, ну и Дагестан, соответственно, тоже нам нужно захватить. Дагестан тоже в шаговой доступностью уже от наших войск. У трасси практически одного цвета с нами. Да, Астрахани вижу, уже скоро будет с нами вместе. Так, мельный договор. Ого. Денег каких-то от нас хотят. Негодяи. Так, ну, можно и в Осаде, в принципе, поддержать их. Тоже, как вариант. Так, а если я выйду, какой здесь порядок будет? Плохой. Так, в Армении вроде получше ситуация. Ну, что ж, из Армении мы одной армии пойдем на Анкару, второй армии мы, наверное, пойдем на Египет. Так, вот наш Дамаск. Так, что у нас тут по... Так, ну что ж, Дагестан будет четыре хода еще держаться. Пока что мы его мирным способом, наверное, захватим. Поддержим его в Осаде. Четыре хода и дальше. Спокойно двинемся сначала на Астрахань, потом на Черкас. Но тут, опять-таки, две армии нужны. У нас одна из Тбилиси, она пойдет через Черкас, Крым, Киев, на Москву. И вторая армия пойдет, наверное, по востоку. Так, опять-таки, Россия предлагает нам союз. Пытается себя обезопасить, но мы не поможем. Ни Швеции, ни Россия в этом деле. Все-таки у нас есть свои планы. Давайте автобой. Обломался противник. Так, три хода до сдачи. Нормально. Так, и Медресе наибольшего уровня у нас здесь будет построен в скором времени. Так, Анкара, держись. Мы уже идем. И Дамаск тоже скоро будет с нами. Так, Дамаск, потом Иерусалим и Каир. А здесь Анкара и Стамбул в первую очередь. Ну, я думаю, с Крымом мы тоже разберемся. С Ясами, с Киевом. Все войдут в состав. Вот с Польшей мы не будем, наверное, воевать. Хотя, кто его знает, может, оттесним ее до Пруссии. Так, в целом, что у нас тут по исследованиям? Два хода еще остается. Нам понадобится большая сумма денег. Мы будем сразу же улучшать. Улучшать, еще раз улучшать. Все наши постройки, которые занимаются торговлей. Ну, я думаю, второй этап этого дела должен заключаться в том, что мы или Францию, или Испанию все-таки завоюем. А если мы завоюем эти государства на территории Европы, то все, они прекращают свое существование. И боли они никогда уже не появятся. Ну, с условием, конечно, что мы еще наведем порядок на Теремлях. Ух ты! От нас требуют денег еще. Наглые какие. Так, мы оставляем здесь в Мадресе возможность построить. А вот что насчет города, я не знаю. Может, он нам пока что даже не нужен. Так, ну вот, еще один городок к нам присоединился. И два хода осталось до взятия этого города. На Ислам здесь все-таки в почете. Так, в Астрахани Ислам сейчас будет быстро разрастаться. И вытеснивать другие религии. Так, ну вот, в следующем ходе Дамаска опять-таки перейдет к нам. Чтоб там не было с портами, их могут хоть все спалить. Пока что не принципиально. Так что сельским хозяйством, в принципе, тоже все в порядке. Ну вот, следующий ход ждем исследования разделения труда. И будем прокачивать массово наши фермы. Да. Индия стала просто царством стабильности. Так, и на нас пытаются нападать. Практически с жалкими силами. Ну что ж, отобьем. Ну вот, Дагестан переходит в наши руки. Так, ну хорошо, забастовка рабочая. И наконец-то Сирия капитулирует. Так, ну вот, я угадал. Ну вот, я угадал. Так, ну вот, я угадал. Так, капитуляция принята противником. Хражеская армия должна быть измена. Ну вот, за один ход даже более чем успешно было. Мы овладели Дамаском и Иерусалимом. Так, держава разгромлена. Это кто у нас? Дагестан. Да, ну вот, наши интересы обозначены. Мы прошли далеко. Так, я думаю, эта армия может двигаться дальше. Следующий ход будет Стамбул. И на захвате Стамбула можно будет уже сделать финальную точку в этой серии. Так что едем дальше. Так, хранение. Так, он невозможно в Дагестане еще будет восстание. Что у нас с Азербайджаном? Ну вот, новая денежка наступает нам с этого региона. И еще с одного. Так, 12 тысяч нам должно приходить. Монарх у нас достаточно авторитетный. Так, и Каир тоже, я думаю, в ближайшем будущем войдет в состав Империи. Турт полностью прекратит свое существование. Хотя, это хороший регион, но все-таки он нам уже принадлежит. Я смотрю, Россия еще дальше продвинулась. Может быть, Россия останется как государство. Но все-таки на территории уже Восточной Европы. Между Турцией, между Польшей и Литвой. Там мы могли бы оставить это государство. Но никак не на Востоке. Восток полностью должен принадлежать нам. То же самое будет. Забастовка рабочих. Так, будем вкладывать денежку. Так, восстание рабочих. Вот так вот попалили мне все здания. Толку от этого никакого нет. Так, ну и здесь есть успехи определенные. Так, наверное, здесь будет два мадресе. Хотя, не обязательно. Так, школа, таверна. Наверное, еще один мадресе здесь будет построен. Хотя, нет, не будет. Здесь будет школа стоять со временем. Так, вот наша армия, которая подошла наконец-то к Стамбулу. Ну что ж, это было долгожданное событие. Действительно, пришлось повоевать, прежде чем мы смогли осуществить этот замысел. И, тем не менее, вот, уже в ближайшем будущем. Так, вот, следующий ход. Каир будет наш. Там уже будем пытаться договариваться с фарваровскими государствами. Может, они захотят поторговать с нами. Так, Россия еще не догадывается, что мы на нее будем нападать. Так, что это будет таким небольшим вот сюрпризом. 1730-й ход. И, действительно, я думал, как и предполагал, к 50-му году мы выйдем, захватим Россию, Швецию. Ну и, возможно, начнем захват Америки. Ну что ж, отвергаем все возможные военные союзы. Они нам попросту неинтересны. Ну что ж, друзья, благодарю вас за внимание. С вами был Ромул.ДВ. Подписывайтесь на мой канал. Палец вверх. До скорого.